Приветствую всех своих друзей в социальных сетях и с особой теплотой своих подписчиков творческой студии в ютубе, для которых сегодня записываю 790 по счету телевизионный сюжет и посвящаю его великой победе над фашизмом. В 1986 году в Киевском издательстве «Здоровье» у меня вышла книга «Большой ринг республики». И в предисловии к этой книге тогдашний председатель Федерации бокса СССР, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Павел Попович, царствие ему небесное, В частности, заканчивая предисловие, написал такие строчки «Отрадно, что в книге интересно, через судьбы людей прослеживается почти вся история развития бокса в стране и на Украине. Уверен, что познакомившись с героями Большого ринга республики, вы, читатель, если уж не полюбите сам бокс, как вид спорта, то уж боксеров полюбите обязательно». Эту книгу мне очень хотелось посвятить отцу, царствие ему небесное, Аркадию Бакману, капитану первой сборной Украины по боксу, и в то же время и тренеру, одному из тренеров этой сборной, 1933 года, когда сборная Украины впервые участвовала в чемпионате Советского Союза. Вот здесь последняя в жизни фотография отца над морем, над морским вокзалом. Он ушел из жизни на 1964 году. И, естественно, будучи первым мастером спорта в Одессе, одним из первых заслуженных тренеров Украины, одним из первых, фактически даже первым призером чемпионатов СССР от Украины, о чем есть в этой книге «Золото нации», книга Антона Горенова. И здесь, как раз на первых же страницах, где говорится об истории украинского бокса, вот фотография, под которой подпись «Аркадий Бакман, первый украинский призер чемпионатов СССР». Эта фотография представьте себе вашего покорного слуги. В 1963 году я увлекался фотографией, и вот таким запомнил отца взгляд, устремлен его взгляд в ринг вместе с учеником, который сейчас на ринге, для того, чтобы в минуту перерыва сказать ему все, что нужно. И, полагаю, имел право посвятить книгу родному отцу, но мне не разрешили этого сделать. Сказали, дескать, неэтично. И все-таки я посвятил книгу, но не ему лично, а написал светлой памяти боксеров, отдавших жизнь за Родину на полях Великой Отечественной войны, посвящаю. Автор. Отец, фронтовик, участвовал с первых дней войны, к слову сказать, на фронте в 1942-м, будучи заряжающим минометного дивизиона, вступил в партию. С войны, слава богу, вернулся живой, и продолжал свое любимое дело. Был тренером по боксу. А это в книге есть рассказ отдельный, документальный, естественно, посвященный вот этому симпатичному боксеру «Владислав Засыпко». Владислав Засыпко. Написал я балладу о чистой совести. И, вы знаете, здесь подробно описано и понятно, почему родилась такая баллада. Дело в том, что на шестой спартакиаде народов СССР Владислав Засыпко выиграл золотую медаль. И в ту пору вручали и награду шестой спартакиады народов СССР, и победитель автоматически становился и чемпионом Советского Союза. Но дело в том, что полуфинальный бой, который провел Засыпко с учеником Михаила Бедарского, по мнению судей, выиграл, в общем-то, Засыпко. Вернее, ну, по оценке судей. Но специалисты, да и сам тренер. Влада, о котором мы сегодня будем говорить более подробно, считали, что Владислав этот бой подарил. И вот после финала Владислав Засыпко подошел к Михаилу Бедарскому и сказал ему, что его ученик Надыров заслужил эту медаль. И Бабан, сам боксер, после полуфинала огорченный, явной судейской погрешностью, он улетел из Ташкента. А Засыпко сказал, ваш ученик заслужил эту награду, сказал Засыпко тренеру москвича. Он ведь не виноват в том, что судьи в полуфинале сделали мне подарок, подарок кавычки. И вот, представляете, вот эта ситуация необычная для бокса в общем-то. Это не массовое явление признать себя побежденным во имя справедливости. И народный поэт калмыкской АССР в ту пору Давид Кугульдинов, который в своем творчестве часто обращался к морально-этическим проблемам, написал балладу о чистой совести. А герой социалистического труда Михаил Дудин перевел ее с калмыцкого на русский язык. Рассказ «Засыпка» уместно завершить, писал я в своей книге заключительными строками из этой баллады. «И золотая первенства медаль, в который раз украсила засыпка, но почему глубокая печаль его улыбку озарила зыбко, потом восторг взрывает стадион, когда в середине на почетном круге своей медалью гордый чемпион соперника венчает по заслуге, как будто это праздник всех людей расходится и веселей, и шире, и от победы совести светлей и благородней делается в мире». Так что, дорогие друзья, я сегодня говорю не только о той великой победе, победе над фашизмом, над нацизмом, а говорю о победе чистой совести, от которой становится светлей. Это фотография снова родного отца. Вот он слева атакует соперника правой в туловище снизу. Это последний бой отца на ринге, когда ему было уже 41 год. Это после войны. Чемпионат ВЦСПС считался тогда малым чемпионатом Советского Союза, и отец завоевал бронзовую награду на этом чемпионате. Царствие ему небесное и светлая память. А сейчас я вернусь к тому, о чем рассказывал и писал в своем блоге о победе чистой совести. Владислав Засыпко. Я написал этот блог в день, когда Засыпко исполнилось, слава Богу, 65 лет. Это было в январе месяце. И когда писал это, я естественно рассказывал и о нем, и о его поступке, и о его тренере, одним из тренеров его был. Юрий Вадимович Бухман, царствие ему небесное, тоже, как и мой отец, фронтовик, участник Великой Отечественной войны. И я хочу продемонстрировать вам то, что вот видите здесь боксеры и этот снимок сделан в Донецке в кабинете моего друга Юрия Пащевского, который 25 лет к ряду был президентом Федерации бокса Донбасса. Донбасса. Это Александр Ягубкин, чемпион мира, царствие ему небесное, рано ушел из жизни. Вот это справа Владислав Засыпко. Вы видите, вот стоит Виктор Мирошниченко. Он серебряный призер 22-х Олимпийских игр. Это мой первенец, старший сын Юра, который в ту пору учился в Донецком Политехническом Институте. И ваш покорный слуга. Но это не столь важно. Я хочу показать вам видеосюжет из одной новостной программы, посвященной 95-летию, но здесь написано основателю Донецкого бокса Юрию Бухману. Давайте посмотрим и послушаем. Продолжает выпуск новости спорта. В эти дни исполнилось бы 95 лет заслуженному тренеру СССР по боксу Юрию Вадимовичу Бухману, человеку, благодаря которому о Донецком боксе узнали во всем мире. Канун памятной даты в боксерский зал Дю США юный спартаковец, в котором многие годы работал Юрий Вадимович, приехали ветераны Донецкого бокса, воспитанники знаменитого тренера. Нынешнее поколение спартаковцев сейчас готовит заслуженный тренер по боксу и кикбоксингу Алексей Чмутов, который 35 лет бок о бок проработал с Бухманом, подготовив много высококлассных спортсменов. Он пришел на тренировку к нему и предложил, чтобы мой воспитанник разрешил, чтобы тренировался в него в группе. А суть он заканчивал 10 класс и надо было помощь продолжать учебу и спорт. Он предложил Юрию Вадимовичу, отдал ему спортсмена, говорит, мне не надо. Он говорит, нет, не надо, давайте работать вместе, вы приходите на совместные тренировки, будете смотреть, будете подсказывать, будем вместе работать. Юрий Бухман переехал в Донецк из Ташкента в 1965 году, уже имея богатый опыт работы со сборными Узбекистана и СССР. В то время бокс в нашем крае находился на невысоком уровне, и помощь такого признанного специалиста была как нельзя кстати. Бухман стал реформатором, выстроив систему подготовки боксеров высокого уровня, которую позже назовут Донецкая школа бокса. И он начал действительно правильную пошаговую работу. Он никому плохо не делал. Он всех тренеров объединял. Его не все понимали. Он хотел всех тренеров объединить в одно целое, чтобы сделать сборную области сильнейшую в Советском Союзе. И вы знаете, он добился своего. Как старший тренер, он организовал мастер-классы и семинары по обмену опытом для коллег со всей области. Бухман отбирал наиболее талантливых боксеров и занимался с ними по отдельной программе, по программе высшего спортивного мастерства. Его воспитанники Эдуард Кауфман, Николай Сахно, Валентин Дружинин, Геннадий Покедаев, Владимир Шакуров и, конечно же, Владислав Засыпко. Первый в истории Донбасса заслуженный мастер спорта по боксу. Когда попал к Бухману, я увидел его тренерские способности. Он вообще двигался, хоть весил по 100 килограмм, но двигался он как муха. Летал очень по рынку. Меня его движение вообще заразило. Я думал, я должен быть таким же. И я начал копировать его. Вот. И потом большой результат. стал чемпионом Советского Союза, чемпионом Европы. В общем, кстати, давал медали на горах. Юрий Вадимович учил своих воспитанников не только техники бокса. Он готовил ребят к будущей жизни и потому крайне важным считал, чтобы они получили образование. Многие затем сами стали тренерами, занимали высокие должности в различных сферах народного хозяйства и не забывали своего тренера, платили добром за науку жизни. Получился отличный профессионал, который и в этот зал я пригласил Юрия Вадимовича Бухмана и Чмудова Алексея Алексеевича. На сегодняшний день здесь подготовил много чемпионов Европы, чемпионов страны, чемпионов мира. Вот. Поэтому этот зал дает результат. И я очень доволен, что я сделал хорошее дело. И оно остается в памяти и тренеров, и учеников, дом, который здесь тренируется. На турнире памяти Юрия Бухмана от ветеранов спартаковцев, воспитанников и соратников Юрия Вадимовича будет вручен специальный приз продолжателю победных традиций Донецкой школы бокса. Обладателем его станет один из донецких тренеров. А его имя мы узнаем уже через месяц. Турнир стартует 8 февраля. Константин Фролов, Сергей Перч, Первый республиканский. Ну что ж, мы с вами посмотрели, послушали. И справедливости ради должен расставить, как говорится, точки над И. Поэтому в этом сюжете, который я опубликовал в своем блоге, я написал, правда, справедливости ради скажут, что меня несколько смутило название этого сюжета. 95 лет основателю донецкого бокса Юрию Бухману. Дело в том, что весной 1935 года, когда мой коллега по профессии Юрий Бухман был еще 12-летним мальчиком в шахтерском крае, бокс был уже популярен. О чем я также пишу в своей книге «Чемпионы из шахтерского края». И здесь рассказываю о конкретных людях, естественно, многим уже царствие небесное. Их нет с нами, ушли в мир иной, но тем не менее забывать их нельзя. И нельзя писать то, что не соответствует истории. И в боксе, и в жизни. Ваш Дэви Аркадьев. Сегодня 8 мая 2018 года. Продолжение следует. «Подолжение следует...»